Привет, ребята! Привет! Это новый выпуск вашего любимого шоу «Абуз Шоу». Давайте поаплодируем! Если вы вдруг первый раз на канале, меня зовут Медали, мы снимаем обу шоу в Петербурге, с Петербуржцевой, вот они здесь. Вы такие, а в чем суть вашей передачи, молодой человек? Расскажу. Значит, я даю микрофон обычным людям, они рассказывают мне какие-то истории, я их разгоняю. Вы уже в комментариях пишите, вот это кайф, вот эта история, вот эта духота. И респект вам, что вы смотрите, и самый большой респект людям, которые взяли подписку. Все ссылки на подписки есть в описании. Мы благодарны вам, вы помогаете нам снимать больше. Давайте поаплодируем ребятам, которые нас поддерживают. Все, начнем, значит. Еще раз, кто в первый раз поаплодирует, чтобы я понимал. Вовремя ты повернулся. Как вас зовут? Сергей. Сергей, давай Сергей поаплодируем, Сергей. Как дела, Сергей? Отлично. Ты приехал сюда отдохнуть? Да, отдохнуть приехал. А кто еще приехал отдохнуть? Туристы, поаплодируйте. А просто приезжие, поаплодируйте. О, сегодня много петербуржцев. Вы все, нахуй, из Петербурга, что ли, получается? Дай бог вам здоровья. Спасибо большое. Вас обычно трое. Так, вы откуда приехали? Серпухов, Южная Подмосковья. Серпухов нормально. Серпухов никто и что, не хлопает, понятно. Серпухов? Вы услышали Серпухов, такой, будь здоров. Так, когда приехал сюда? В празднике все здесь были, да? Нет, нет, мы вчера приехали ночью. Что, посмотрели, что вы поделали сразу? Ну, мы не первый раз уже, так что... Поэтому где закладку, знаю. Знаю, быстренько в арочку забежали, ковырбнули там и все, пошли домой. Да, обычно по Невскому прогуляться, там, бары. На Невском, какие там бары? Не знаю, ну, в параграф вот зашли там чуть-чуть. Параграф? Да. Ну-ка, петербуржцы у нас на ее будет, по-моему. Параграф на Невском есть, ну-ка, быстро все. Петербуржцы, ну-ка, контурные карты достаньте, так. А вы с кем приехали? Вот с девушкой. А эта девушка, это ваша девушка? Да. Ну-ка, сколько это вы уже вместе такие молодцы? Ну, там, если без перерыва считать... Ну да, если не брать, что мы еще с другими людьми ебались в это время, то мы всю жизнь вместе. Ну, десять, десять лет. Десять лет? С двенадцатого года. А перерывов сколько было? Два. Да? А поскольку перерывов? Я не засекал. Ну, у меня ребенок родился в одном перерыве. В другой семье, да? Да-да. Мне пришлось взять перерыв. Сидит он, бля, из Серпухова, бля, мая, да. Так, и... А как вы решали после перерыва, что надо опять сойтись? Не знаю, как-то вот. Алло, слушай, я тут с кем-то переспал, у меня что-то с конца капает. Может, сойдемся обратно? Как там? Ну, разошлись с предыдущими, так сказать, половинками. А, с предыдущими? Да. Тем людям жизнь испортили и опять вместе сошлись? А потом пересеклись, вот опять что-то началось. А вы там в Серпухове, там небольшой городок, вы там уже все переебались, да? А чем вы занимаетесь вообще? Ну, я научный сотрудник. Научный сотрудник? Да. Какая наука? Ну, у меня связана специальность с лазерными технологиями, то есть... Русский лазер, да? Ну, кстати, да, один из них русского производства лазер. Лазер. Для чего он? Чтобы пиво открыть? Что за лазер? Ну, обрабатываем материалы различные, как бы улучшаем свойства поверхности. Я вообще не могу представить, это русский лазер. Как его, блядь, включать, блядь? Ну, это такая коробка. «Отходите, лазер сейчас! Зажигай, блядь!» Кстати, да, достаточно большая такая... Русский лазер — это зажигалки с фонариком, блядь. Вот это русский лазер, блядь, входишь, все, у меня лазеры, еще открывашка русская. Так, что вы там обрабатываете русским лазером? Ну, материалы различные, полупроводники, там, стали нержавеющие, промышленные какие-то. Просто светить на них лазером. Да, да. Потом смотрим в микроскоп и... И выкидываем нахуй. Ну, блядь, все пошло, сворачиваем. Там свойства улучшаются у поверхности, и пытаемся это во всякие организации... Мне кажется, что ты пиздишь, потому что ты во время разговора уже 500 раз. Ну, там свойства, короче, очень хорошие свойства, они почему-то все, блядь... Да, мы, кстати, сошлись опять, да. Планы какие-то на будущее? Что-то посмотреть в Петербурге еще желаете? Параграф посмотрели, может быть, абзац какой-то? О, пошушукайте здесь. Она такая, а может, мы зайдемся пока здесь, так? Да, разойдемся, потом сойти. Мне там азиат, блядь, мне азиат там... Кстати, Маша приехала татуировку сделать в Питере. Как? Первую, первую. Такую. Блин, пожалуйста, набей Беглова просто так. На плече. А какую татуировку? Дай-ка Маше узнаем. Давайте Маше поаплодируем. Что за татуировка? Надпись будет на руке. Что? Надпись будет на руке. Надпись, что за надпись? Да, на греческом. Сияй, моя звезда. Сияй, моя звезда. А почему греческий язык, а не русский? Вообще, я лингвист, вот, поэтому нравятся иностранные языки, да. А как на греческом это будет звучать? Ну, прям, вот, лаутед у Астери Моэлл. Очень красиво. Я потёп, честно. А вы чем занимаетесь? Он, значит, лазерем. У вас дома есть лазеры? Подозреваю, что есть. Подозреваю, что есть. А я хореограф. Вы хореограф. Хореограф. Что за направление? Современные танцы. Современные танцы. Это какие? Хип-хоп, дэнс-хоу. Хип-хоп. А, вок. Так что, какой ещё? Вок. Вок. Кто-то танцует? Вок. Что? А кто-нибудь танцует? Хип-хоп. Бля, реально есть люди. Коллега. А вы профессионально танцуете? И вы чисто для себя дома перед зеркалом? Как в детстве? Я так в детстве делал постоянно. Сок стоит занятия? Две двести месяцев. Две двести месяцев? Пиздатовый хореограф какой-то. Это сколько занятий? Это восемь. 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 За две двести. Восемьсот занятия. Точно, бля. За месяц ты будешь Kanye West в танцах. Потому что будешь танцевать с матерью. Так. Очень красиво с мамой будешь. Да, да, да. Как вам вот эти расходы, сходы не подзаебывают там сходиться? Ну, подустали немножко. А кто был инициатором расходов? А, ты? Ах ты, стерва. Ах ты. И как ты из этого отношения выходила? В танцы ебать? Ну так? Лунный поход. Почти так и было. А какой был повод? Он такой, ты меня со своими лазерами заебал. Нет, у меня, наверное, было много амбиций. Вот мне что-то хотелось прям... А потом ты проебалась и вернулась к нему, да? Нет. Алло, слушай, я понял, что ты имел в виду, когда сказал, что я никто. Пожалуйста, ты прости, я что-то борщинул. Давай вместе опять будем. Какие-то планы у вас есть? Нет, а потом мы как бы все достигли чего хотели и решили, что все-таки да. Он достиг лазеров? Да. А я студию свою открыла. Я желаю вам удачи. Давайте поаплодируем, ребятам. Удачи вам. Давайте кроме чего поаплодируем. Вот. Пример. Ну, мы не можем. Всем привет, меня зовут Боря. Боря? Конечно. Конечно, Боря. Не, вообще история такая, предисловие. Я почти спя... Давай историю. Давай историю. Давай историю. Да не, похуй. Ну, почти с первого выпуска смотрюсь, я никак не мог попасть сюда, в Питер. И тут случай такой, с друзьями пришел и все, развел. Я в ахуя. Да, ну я только смутил стенки, но вы шторкой прикрыли, нормально. Что смутило? Стенка ты смутила? Ну да, я думал, там сцена просто. Что, там сцена? Да. Ты думал, я оттуда выйду? Да, да. Немного ебнулся. Ты реально думал, что где, блядь, здесь вообще? Из экрана, блядь? Ты думал, мультипликация. Ты откуда приехал? Я из Москвы. Из Москвы? Да. Москвич человек из Москвы. А когда приехал? В субботу. Что-то посмотрел здесь? Блин, да хера. Вообще история такая, что год назад я был тут, и честно скажу, не очень понравилось. А сейчас мне очень понравилось. И я вот такой вот прям, я не понимаю. А что тебе год назад не понравилось? А мне кажется, места не тебе показывали. Я просто не шарю за места тут. А где ты был? Тебе, бля, Мурина показывали год назад? В Кудрово, в Кудрово я был, в Кудрово. Вот оттуда. А ты, например, в Петербург поехали в Кудрово? Ну, они показывали Питер, типа, но жили в Кудрово. А не, это кто? Те, кто хаты сдавали, показывали? Я не могу сказать. Не можешь сказать? Да. Друзья. Блин, он максимально все глаза открыл в этот момент. Такие взяты меня пугают, которые стараются быть европейцами. Спокойно, не волнуйся. Спокойно. Твои друзья, вот девушка и парень, да? Да, да, ты с ними разговаривал, кстати. Но в прошлом выпуске ты их скипнул. Я помню, скипнул. Я думал, сейчас разъёк и... Сейчас будешь это и тебя скипнул, давай-ка успокойся. Будешь копать под меня. Скипнул, скипнул. Ну, я на паузу просто... Скипнул, нахуй. А ты чем вообще занимаешься? Дизайнер. Дизайн, дизайн. Что последнее вы там делали, дизайнерское такое? Ну, сейчас я полностью в веб ушёл. Наверное, айтишник опять получается, да? А, не знаю. Может быть, вебкам модель откуда я знаю? Не, ну в основном веб всё делают. Я не знаю, там всякие баннеры, там сайты и так далее. Девушка. Кнопочки. Кнопочки. А год назад расстался и что-то как-то это пока в себя ушло. Пока не сошлись обратно, да? Не, ну что-то как-то ёкнуло и пока ушёл, думаю, наверное, в музыку надо уходить. Так ты... Да, а я много чего умею. Да, ещё её кручу. Её есть? Могу покрутить. У тебя есть её? Я её проебал. Дорогая была вот с этим кентом и как бы, ну там две ёшки были такие прикольные, и я её проебал. Блин. Это очень обидно. Это прям история здесь. А сейчас я думаю в музыку пойти. Уходи, пожалуйста. Ты в музыку вообще открыт тебе проход. Так, а музыку, что за музыку? Рэпчик. Рэп? Ты читаешь рэп? Пытаюсь. Давай. Пока только планы. Пока только планы. Не-не-не, я читаю рэп, когда никто не смотрит. Какой рэп? Ну чуть, давай хотя бы там. Планы только. Я говорю, сейчас из дизайна дропнуть, пойду в музыку. Так ты ещё типа... Да-да-да. Ты сам просто решил, бля, буду рэпером, но... Да-да, типа так, ну в комнате. Ну до рэпа ты пока сделал, только умылся, да? Больше ничего. Да-да-да. А какой ты псевдоним уже думал, как у тебя будет в рэп? Бажур. Бажур? Бажур. Что это значит? Имя и фамилия по две буквы. А, у тебя фамилия Бажур? Не, Ба от имени Жу от фамилии. Какая фамилия у тебя? Фамилия сложная. Жул Дузбаев. Жул Дузбаев. Блин, ну не такая... Ничего сложного. Русские такие, да ничего сложного. Хватит уже выёбываться. Про описку покажи. Девушка, есть девушка? Не, год назад расстался. А, да, точно. Ищешь девушку? Слушай, нет, не ищу. Есть подруги, как бы, ну все-все понимают. А так прям отношения пока не думают. Кто все понимает? А, ну, вот мой друг Алексей, он все понимает. Подруга. Да, среди вас одна подруга, да? А может и поэтому их скипнул тут раз? Я не знаю. Ты чё-то почуял, ты чё-то почуял. Да, я чё-то почуял. Скипни его нафиг. А можно я приветствую? Бля, ты реально чё-то так делал? Да, да. Сань! Санёк, здорово! Санёк, здорово! Санёк, привет, бля! А мы, не-не, у меня друг есть ещё, как бы, вот. И мы после работы смотрим… Слушайте, расходите здесь, он всё сделает. Нет, смотрим, смотрим выпуски твои, почти с первого. И мы ебать ха-ха уходим. А тут, Санёк, привет, привет. Я в Ютьюбе. Сань, Сань, Сань! Сань, там запин! Сань, я в телеке, я в телеке, Санёк! Здорово! Санёк, я рассказал про хип-хап, прикинь? Важур, 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 вошёл, бля! Машину не вожу. Машину не вожу. Вот уже, смотри-ка, рэп. Да, крутой рэпер, который не водит тачку, пиздец. Блин, у тебя столько всяких планов. Может, есть какая-то история, которая с тобой случилась, которая у тебя запомнилась? Ты можешь рассказать? Я под впечатлением от Питера пока, у меня что-то… А что сейчас впечатлило тебя? Слушай, да мы гуляли, типа, три дня или два дня, я в ахуе вообще. Я залипал на скульптуры, типа. Меня вели в парк туда, я там мог, наверное, целыми днями сидеть там и рассматривать, это всё. Потом ещё показали… О, показали, нормально. Показали мне пляж какой-то, я не шарю. Я там тоже мог бы часами сидеть очень. Пляж какой-то. Слушай, какой-то… А, мне сказали на той стороне Финка. Вот сориентируйся, где это, можешь подсказать? Это там. Ну я запомнил, ну как это называется место? Ты же знаешь по-любому. Финский залив. Во, хорош. Финский залив. Мне понравился. Я зачётку вам. Санёк! Санёк, блядь, Санёк. Я прям вижу, как вы потом с Санёком это пересматриваете. Он такой, блядь, не знаю, не знаю. Да, да, Нанёк! Да, да, Нанёк! Я был и я, Санёк! Да, Нанёк! Спасибо большое! Бажур, блядь! Бл-бл-бл-бл. Мы с тобой друзья, подруги. Блин, удачи тебе, спасибо, что пришёл. Спасибо большое! Спасибо большое! Так, вот девушка, первый раз. Давайте узнаем, кто вы такая. Как вас зовут? Анастасия. Давайте Насте поаплодирует. Насте поаплодирует. Как ты, Настя, как дела? Супер, вообще отлично. Вот у нас бажур, лазеры. Ты чем занимаешься? Я учусь в двух университетах. В университете? В двух. Два университета, ты решила сразу в двух местах проебаться? Почему два? Нет, нет, у меня направления разные. Разные, что за направления? Правовое обеспечение национальной безопасности и уголовного дела. И что второе? Уголовное. Уголовное дело? А что ты сюда пришла? Бажур, бажур, скидывай. Блин, я в аху из Питера вообще. А, бля, скульптура! А вы будете в уголовном отделе работать? Нет, нет, у папы буду работать. У папы будешь работать? А папа мусру тебя? Нет. А кто? Папа есть. Папа есть. Папа работает. Это рэп для тебя. Папа есть. А кем папа работает? Папа не могу сказать. Папа работает, все хорошо. А ты папа работает? Бизнесмен. Бизнесмен? Какой-то крутой бизнесмен. Какой-то бизнесмен. Хороший. А что он здесь? Что-то мы, может, знаем, чем он владеет или что-то делать, нет? Может, не знаю. Ты нас в багажнику берешь? Что происходит? Я забыл шоу закачиваться костю с камерами в багажнике, ребят. Давайте другую. А второй? Один уголовный, а второй какой? Правовое обеспечение национальной безопасности. Блин, ты пока только название выучила. Что вы там делаете? Там тоже право изучаем. Только гражданское и административное. Как выходные провела? Что делала? Я в тусиле с подружкой. То есть, вы что делали? На МАФ ходили. Куда? Питерская вечеринка МАФ. Кто-то знает? Там было много людей. Ну да, вы вдвоем точно. Еще твой батя бизнесмен непонятный. А что, где проходит эта вечеринка МАФ? Ну, вообще, в разных местах. Все в кабели. Ну, вчера где было? Все в кабельпорт. А, все в кабельпорт. И вы были там вдвоем? Да, еще много людей было. Много людей. Ну, хватит нам врать. Честно, больше, чем тут. Больше, чем тут? Ну, иди туда, обратно. Иди там, тусуйтесь, у вас там много. А, парень, бойфред есть? Да. Где он? Дома. Дома? Дома. С батей? Нет. А где дома? У меня папа с ним не дружит. Не дружит? Вообще нет. Ну, а кто будет дружить с людьми, которые трахают твоих детей? Это вообще... Я тоже не дружил бы с ним. А что, как он тебе это сказал? Он мне не нравится. Нет, они поругались. Они сначала нормально. С батей поругались? Да. Он вообще у тебя бессмертный. С батей ругаться? Как хорошо он ему сказал? Мы там поругались. Я папе рассказала. И все, он его теперь не любит. Зря рассказал, в общем. Ну, это давно было. Погода назад. А из-за чего поругались? Из-за чего поругались? О, боже мой. Он, ну, плохо все было. Изменял мне. Ну, уже все хорошо. Он уже не изменяет, конечно. И ты это бате рассказала? Да. И вы до сих пор встречаетесь? Да. Ну, пап не знает, кстати. Надеюсь, он это не посмотрит. Пап! Глаза открываем. А что, а как ты? Ты знаешь, ты узнала, что он изменяет, но потом его простила? Да, да. Но он изменился. Изменился? А что он тебе сказал? Я больше не буду. Нет. Мы надолго расстались. Там, на полгода. Надолго? На полгода, пиздец. Да, ты еще молодая. Ты еще не понимаешь, как время, блядь. Полгода, пиздец, долго, конечно. А сколько его общего встречать? Очень долго, полтора года. Три года. Три года. И как время свободно проводить? Он твой ровесник? Нет, ты старше. Сколько ему лет? Ему 28. А тебе? 20. Вот поэтому папа его и не любит. И как свободное время проводите? Путешествуем. Путешествуете? Угу. Шушары? Куда ездили после раз? В Мексику. В Мексику? Когда у вас ездили? Вот недавно. А, нет, нет. На Мальдиву мы летали. На Мальдиву? Ну-ка сзади, ебни ебни. Сидит, блядь, из Серпухова приебаша сюда. В Мексику летом летали. Что? В Мексику летом летали. Что? В Мексику летом летали, а то недавно на Мальдиву. Да и понятно все. Молодец. Ты еще что расскажешь? Я в Америке училась. Что? В Америке училась. Угу. А умрешь, когда не знаешь? Меня со школы выиграли. В Америке учил. Вот ты в Америке училась, а твой чел других тёлк трахал. Вот видишь? Вот тебе урок. Ух ты как? Ух ты в Америке. там. Со школы выгнали? Да. За плохое поведение. А что такое? Гимн русский пел? Нет. За что? Тебя со школы выгнали? Нет. Там, в общем, история такая интересная приключилась. Мы с друзьями собрались. Нас наказали. Какие друзья в Америке? Джефф, Стивенс. Там вообще... И один негр. По пятницам собирают вас на детеншн, если вы не в школьной форме. Не в школьной форме ходите в течение недели. В общем, нас собрали. И, в общем, там ребята... Учители... Я прям вижу тебя в Берегатской... Нас что здесь? Зачем собрали? Собрали. Собрали нас. Зачем? Я не буду носить эту форму. Просто я из России. Я буду носить кокошник. В общем... Так, вас собрали? Да, нас собрали. И ребята увидели ключи от учительского автомобиля. В общем, мы сели покататься и улетели в заправку. Нас выгнали всех. А я, кстати, их останавливала. Но я все равно оказалась там. Что? Я бы не успеваю. Подожди. Вы спиздили тачку, школьники? Ну да, но... Вот видите, школьники, как вы идете по наклону, и когда снимаете школьную форму сразу, блядь... Сняли форму, тачку давай угоним, так... Да. Угнали тачку... Да мы покататься взяли, но они влетели в заправку. А чья это тачка была? Учитель. Учителя тачка? Да. И вас что-то сделали? Просто выгнали из школы, не посадили? Выгнали из школы. И ты сейчас учишься... На уголовной, да? Понятненько. А какие-то планы? Что у тебя? Мечта, может, какая-то есть? Планы. А я еще в баскетбол играю. Да хватит. В баскетбол. Может, в конце выпуска ты будешь здесь с мячом ебать? Могу подриблить, да. Подриблить? Подриблить. Это что такое? Дриблинг. Дриблинг? Да. А у кого-то есть мяч? Тут есть баскетбольный мяч? Мяч? Это же был когда-то, мне кажется. Был пиздат. Ты, может, там... Ладно, нет его. Спасибо, что пришла. Спасибо большое. Дайте поаплодирую. А, вот. Вот что. Первый раз. Первый раз, привет. Первый раз. Как вас зовут? Даня. Даня, дайте поаплодирую. Так, Даня, ты... Я из Питера. Я вижу. Мог и не говорить, да. Что, как там? До сих пор кассеты в прокат берут? Видео. А? Видеокассеты. Видеокассеты. Ты чем занимаешься? Я работаю продавцом в музыкальном магазине. Что за магазин музыкальный? Очень прикольный магазин. На Нарвской находится. Он такой из девяностых прямо. Ну, блядь, музыкальные магазины в девяностых остались, конечно. А, ну, на самом деле нет. Кто-то покупал CDRV на днях, может быть. Нет, подожди. MP3 там. Подожди, ты путаешь. Музыкальный магазин в плане, там, гитары и всякое такое. А, гитары. Все, все, все. Извинь, пожалуйста. Так, а как он называется магазин? Он называется Кантус. Кантус? Как называется? Кантус. Струны? Так он волосы. Вырви у него, блядь. Кантум? Кантум называется. Кантум. Почем струны? Ну, сейчас, ну, в свете последних событий, все поменялось. Все струны подражали? Да. Нет, я тебе серьезно говорю. Блядь, куда катится этот мир? Уже струны не купить, блядь. Я так хочу взять. Нет, тебе смешно, у меня, например, пять гитар и пора менять струны. Да, мне смешно вообще жестко. А мне грустно, я плачу. Я жестко, я жестко смеюсь. Каждый день, типа, ха-ха, струны, инструменты идут, нахуй. Сколько стоит занятие у тебя? Полторы тысячи. Одно? Да. Ну, пардон, я из северной столицы вообще-то. Ну, и все. Вы вообще-то в северной столице, и вообще-то у меня волосы, как у тебя, кстати. Как свободное время провоци? Слушай, на самом деле, со свободным временем по-разному, в основном встречаемся с друзьями. Вот моя девушка Женя, мы с ней постоянно. Мы с ней постоянно. Что-что? Мы не расходились еще. Мы не расходились, вам это весь вечер будут напоминать. Будет клево, если вы к концу вечера разойдетесь опять. А сколько вы вместе уже? Полтора года где-то. Полтора, как познакомились? Женька пришла ко мне заниматься на гитаре. Ах, ты грязный гитарист, блядь. Да. Мы немного позанимались на гитаре. А потом перестали. А потом перестали. И что начали делать, получается? Что-то другое. Что-то другое? На первом же занятии? Ты очень хотел получить скидку, да? Полторы для меня слишком дорого. Мы можем как-то... Куда ходите вместе? Да по друзьям, по центру в Шоу Таймс. Очень классно, кстати, если кто приезжий... Хоть рекламировать. По Коломне очень классно погулять. Это такой как бы центр, да, но такой вот старый. Он живой, он не такой открыточный, как Невский, а там как бы все. Как Петроградка тоже, да? Вот на Петроградке прикольно гулять, потому что там вроде все такое нарядное, красивое, старое. Так, а ты зачем микрофон все дальше-дальше? А, я не знаю. Могу так громко. Вот так лучше, так лучше. Отлично. А это твой друг? Это мой друг, с которым я познакомился сегодня, да. Сегодня познакомился? Это парень, подруги, мои девушки. А, вы только сегодня познакомились? Да. Вас заставляет дружить, получается? Ну, да. Они дружат, и вам теперь тоже надо дружить. Тяжелая мужская участь, да. И что, как вам? Вы уже обсудили что-нибудь? Ну, успели. Прошу шокайтесь, прошу шокайтесь. Ну, да, там проблемы веса, обмена веществ, всякое т.п. Ты ему намекнул, что он жирный, да, блин? Нет, это была Женя. Это была Женя? Твоя девушка? Да, она такая сразу. С порога. А вы с порога? Честно, это что, твой парень? Толстый, наверное, блядь? Какие-то планы на лето, что-то? Цели, мечты? Да, есть мечты. Я в этом году хочу сингл записать и выпустить. Ну, я пишу. Привет. А ты на все в рэп врываешься? Он уже сингл записывает. Что за сингл? Ну, пишу песни. Может, что-то спеть? Не, не буду. Да, пожалуйста. Да не, мы спожу на одной теме, на одной волне. А что за песня? Про что хотя бы? А про вампира будет песня. Ну, конечно. Ты должен был догадаться. Про вампиров. Они заебали вампиры, правильно. Пора уже написать про них песни. И что тут за песня? Кусай, кусай. Не, кстати, нормальная идея. Что-то как лох со спины. У Моми-Тролей есть такая песня. Была бы в таком стиле. Да, да, да. Я спизднул на них. А у тебя там про вампиров? А почему про вампиров? Тебе близка эта тематика? Или ты не доволен, что Эдгард выпал на тебя? Ну, тут немножко переносный смысл в плане. Вампиры же разные бывают. Разные бывают. Да, они... Желтые вампиры. Желтые? Желтые. Китайцы вампиры. А, я не встречал. А какие вампиры бывают? Ты, бля, вампиров встречал? Ну, например, есть энергетические вампиры, да? Что? Энергетические вампиры. Это ты, бля, сейчас. Наверное. Я с тобой сейчас... Таких вампиров не бывает. Бывают вот такие. Энергетических вампиров мы все знаем. А кто еще? Какие вампиры бывают? Боже, я в этом разговоре, реально. А почему ты его ведешь? Я не знаю, какие вампиры бывают? Плассатые, наверное. Классатые. Чувак. Бля, песни про вампиров я послушал. Ты послушаешь, я тебе скину. Хорошо. Бля, пожалуйста. Я скажу, я чувак с песней для вампиров. Я не люблю, честно. Чеснок, чеснок. Святая вода, зачем ты нужна? А-а-а, крест убери. Вампирские песни. Я желаю тебе удачи. Спасибо. Спасибо вам большое. Так. Ну и первый раз. Нет, получается, с удовольным лицом. Да. Да, да, давайте. Просто... Ой, епать, вельветовая рубашка. Да, здравствуйте. Сергей. Здравствуйте, Сергей. Как дела, Сергей? Что еще раз? Как дела? Отлично. Чем ты занимаешься? Я учусь в политехе и работаю. Ну, инженером. Инженером. Ну, молодец какой. Ты знаешь, очень молодой. Ты молодой, да? Да, 23 мне. Вельветовую куртку когда выкинешь, блядь? Уже пора, блядь. Выкидывать ее. С кем-то твоя девушка? Да. Да? Давно вы вместе? Нет, недавно познакомились. Месяц. А, и она уже твоя девушка? Да. А ты ее так покорил? Что сделал? Просто общение пошло, все классно. Как вы общались? О чем общались? Как сейчас подкатывают молодые люди в вельветовую куртку, блядь? Ну, нашли какие-то... Как вы разблажаетесь? Расскажи нам. Ну, нашли общие какие-то точки соприкосновения, там. Ты нашел точечку? О каких точках сейчас идет речь? Волшебных. Волшебных. Ну, о чем? Какие точки соприкосновения у вас? Ну, общие темы для разговора. Какие? Какие-то планы на жизнь общие. Какие темы для разговора? Давай про тему сначала. Ты любишь лего? Да, я люблю тут лего. Какие планы? Какие разговоры? Ну, общие там дела. Тренируемся, спортом занимаемся. Ты что-то поплыл, родной. Ответь на вопрос. Какие разговоры? О чем разговариваете? О жизни. О жизни. Тебе 23. А какой? Ну, вот на начальном этапе вот. О ней. Сука, не найди вопрос, не ответил. Начальный этап. Спорт. Вы спортом занимаетесь? Ну, да. Тренируемся, в зал ходим. А, просто на трениров ходите? Часто ходите? Ну, стараемся регулярно. Вместе ходите? Да. Вы вот эти долбоебы, которые вдвоем стоят. Блин, такой молодец у меня. Да, вот эти вы? Да, да. В какой зал ходите? В каком районе вы живете? В Автово живем. В Автово, Юго-Запад, да, значит? Чего, как там на Юго-Западе? Ну, получше, поспокойнее, чем в Муринин, наверное. А в Муринин у тебя за вельвет пиздили, да, наверное? Да, да. Какие-то... А эти люди тоже с вами, вот, ребят? Нет. Нет? Кто это? Мы вдвоем. А, вдвоем? Да, я, кстати, первый раз на стендапе. Спасибо тебе большое. Ты у меня первый, получается? Точнее, я у тебя первый. Тебе все нравится? Да, отлично. Я нашел точку, супер косновение. Какие-то хобби у тебя есть? Еще? Помимо зала там что-то? Ну, фотография, может быть, вот только начинаю заниматься. Ты сегодня селфи сделал? Что за фотография? О, я фотограф. А что за фотографии ты больше? Художественной фотографией заняться? Нет, ну, какие-то съемки, там, фотосессии проводить. И так далее, вот, в этом устраившись. Только этот аппарат? Да. Какой? Кэнон 7D. Кстати, вот, вы на него пишете сейчас. Что? Вы пишете на него сейчас. Так что... Ну и что? Пиздец, ну, пидор, а вы не понимаете, как вы понимаете? Мечта у тебя есть? Кем хочешь стать, когда вырастешь? Из этой куртки. Мечта, наверное, быть, ну, просто счастливым. О, ты мой счастливоненький. А что для тебя счастье? Ну, вот, чтобы на душе было спокойно. А сейчас нервно? Тебе 23, да? Да, сейчас так немного нервничаешь. Я не хочу тебя пугать, там дальше вообще понервничаешь. Я недавно сидел, и у меня вена просто вот так вот. Я такой... Такого еще не было, блядь. Когда ты берешь и вену пытаешься... Ай, блядь! Уходи! Уходи! Я уже туда давно не колю. Так... А, Кита, значит, ты хочешь просто стать меланхоликом, когда вырастешь? Ну, да, получается. Да? С ней, как думаешь, сколько встречаться будет еще? Ну, мы не загадываем пока, как пойдет. Ну, как ты думаешь, как, блядь? Я не спрятался, да? Любовь, да, любишься. Ну, как думаешь, сколько будет встречаться? Блин, это сложный вопрос. Ну, типа, навсегда ты встречаешься? Да, ну, получается, да, навсегда. А, да-да, я тебе подсказал, получается, да? Ну, брон, прокинь, ты всю жизнь на смертном Андрея. Помнишь, мы с тобой в зал ходили? А помнишь, куртку мою вельветовую, да? Спасибо за гроб вельветовую. Знаешь, хочешь с ней всю жизнь провести? Да, конечно. Вы месяц вместе, и ты такие выводы делаешь? Ты не знаешь еще, может, она суккуб. А тут ты знаешь. Блин, пиздец, это такой суккуб здесь. Какая, блядь, ч-ч-ч-ч. Блядь, никого нет, она в Апи. Так. Как ты думаешь, когда замуж, женишься, когда? Блин, наверное, год надо там повстречаться, там пожить, а дальше будет видно. Да что такое, бля? Откройте окно тоже здесь, пожалуйста, кто-нибудь. Мне не хватает кислорода. Вот такой с тобой будет в 33, бля. Вот, давай, давай, давай. Все, спасибо большое. Так, что я у тебя там спрашивал, извини, пожалуйста. У тебя родинки есть большие? Нету. Нету? Повезло тебе. А хоть есть родинки такие прям? Что хочешь новое попробовать в жизни, может быть, с парашюта прыгнуть? Весоль новая попробую. Не знаю, но можно и с парашюта прыгнуть. Спасибо тебе большое, давайте поаплодируем, ребята, спасибо большое. Давайте поаплодируем всем, с кем общались. Да, есть? Вот, ребята, мы сняли новый выпуск. Вам понравилось? Спасибо, что посмотрела. Напиши в комментариях. А у вас было такое, что вы расходились, потом сходились? Напиши, угонял ли ты когда-нибудь тачку, как эта безумная школьница со штатом? А какие у тебя планы на будущее? Напиши в комментариях. Подпишись обязательно на нашу телегу. Приобретайте наши платные подписки, если хотите смотреть больше. Все ссылки в описании. И самое главное, не забудьте, что сделать? Подпишись! Это было «Абус шоу», спасибо большое! Спасибо! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok